Кристофер Леметтер, знаете, что может поведить Кристоферу Леметтеру в игре золота чемпионата Европы? Вспомним, как развивались события в 2010 году. Вот именно он единственный стал трехкратным чемпионом Европы. Сначала так очень планомерно, фланокровно выиграл 100 метров, потом 200 метров, потом на него была главная надежда, выставите, 4 по 100 метрам, 3 золота на счету этого парня. Повторит ли он здесь такое? Не знаем. Есть такое слово, простое русское. Надо, должен. Но Усейн Ботт год назад тоже много кому и много чего был должен. Главное убежать. Не, не, не. У него одна задача сейчас, Оль, убежать со старта после выстрела, а не до. Вот и все. Хорошо, я думаю, что убежит. Никаких проблем Симон Колио, второй призер чемпионата Европы 2010-го в эстафете по первой дорожке Рональдса Айрос, Латвия. Ничего еще в своей жизни по большому счету не делал, но здесь уже финалист чемпионата Европы. Это Джасума Сайдиндуре. Титулованный атлет в прошлом году на чемпионате мира в Тегу всего лишь чуть-чуть не дотянул до третьего места на дистанции 200 метров. Четвертый. Обидно, да, но готовится к Олимпийским играм. Райтис Соколаускас. Это, в общем, открытие этого чемпионата Европы, хотя результат позволял думать, что он будет в финале. 10-15. Ну а это тот самый белый король спринта. Конечно, вообще королем спринта мы называем Усейна Болта, но этот мальчик бежал 9,92 секунды в прошлом году. Еще раз напомню, он стал первым в истории белокожим атлетом, который разменял кроссмейстерские 10 секунд. Дебютировал на чемпионате мира среди взрослых. Много выиграв до этого золота юниорских и молодежных первенств. Так вот, среди взрослых в 2009 году, и там он как раз не совладал с нервами и на 100 метровке сделал Вальстарт. Мы, конечно, очень его жалели, но сказали, да, отсутствие опыта, молодость, но что тут делать? За ним все равно большое будущее. Собственно говоря, он это подтвердил и на чемпионате мира в прошлом году в компании ямайских спринтеров стал четвертым. Это было очень здорово. И Джимми Вико, его такой визави или партнер по команде, тоже быстроногий спортсмен, 20-летний, второй призер чемпионата мира 2011 года в эстафете. А когда вот они в составе сборной выиграли европейское первенство, тоже в эстафете. Он был самым молодым спортсменом, самым молодым победителем в 18 лет. Еще Харри Айкинс и Сергей Смелик, украинский спортсмен. Вот эта компания. Ну что ж, будем смотреть на Кристофера Леметро. А Соколаускас? Соколаускас 22 года, ну знаешь, Соколаускас что, против Леметро? Не, не против Леметро, а против борьбы за медаль. А, ну это да, это может быть. Итак, Леметро, и тишина, гробовая тишина сейчас вот здесь вот на всей арене. Огромное количество зрителей и такая тишина оглушительная. Итак, Кристофер Леметро, О, Соколаускас остался, а что стоял? Что стоял? Стоп, стоп, стоп. Так, Саидин Дуру что-то недоволен. Возможно, что Соколаускас демонстрационно показывает то, что норвежец сделал фальстарт. Девки, давайте второй выстрел, а я вот такой хладнокровный и не дернулся с колодок. Давайте посмотрим. Но такого явно в фальстарта мы не видели. Но не от Леметро точно. Может быть, с левой стороны Андуро. Может быть, но еще не факт. Почему Соколаевский остался в колодках, мы сейчас выясним. Подходит к нему. Что-то говорит там один из помощников студии. Говорит о том, что, милый, вот тебе желтая карточка. Но желтая карточка это предупреждение может быть за то, что... Подожди, может быть, он руку поднял? Ну, нет, что не так? Это вообще никаких проблем нет. Что с ушами Соколаевского не так? Ну, не было фальстарта, не было. Погоди, Оль, почему желтая карточка Соколаевского? Это вообще непонятно. Ну, не убежал человек, и что? Тогда он должен был остаться. А почему второй выстрел-то был? Почему людей вернули, мне не подняли. Почему? Ну, он остался, и хорошо, может, он пришел сюда постоять в финале. Погоди, показывают фальстарт. Но фальстарт с желтой карточкой. Так бывает. Сума можно зайти. Да, тем более фальстарт человек, который остался в колодках. Не который убежал раньше времени, сказал. Смотри, вот эта зеленая карточка, показанная, мы уже говорили нашим телезрителям, это судья говорит о том, что были технические проблемы. То есть она как бы этой зеленой карточкой изменяется. Тогда зачем желтую показывает Соколаевского? Не знаю, не знаю. Смысла никакого нет. Не могу сказать. Короче, слово фальстарт прозвучало в нашем с тобой диалоге. Почему-то он странный. Я первый раз в жизни вижу слово фальстарт, который принадлежит человеку, который остался в колодках. Понимаешь? Нет никаких, понимаешь, как, если бы он дернулся, если бы он дернулся, его бы дисквалифицировали. Зырка натуральный. Ты знаешь, растутки, это здорово. А он остался. Это повод для повторов. Это повод для... Я вспомнила. Шина такой. Нормально, 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 нормально. Это подогревает интерес, понимаешь, как, к легкой атлетике. И я не удивлюсь, если сейчас кто-нибудь дернется раньше, потому что нервы. Мы не можем представить. Ну, ты можешь, понятно, как спринтер с мировым именем представить, что они сейчас чувствуют? У нас были такие случаи, когда кто-то что-то там не расслышал, оставалось, но это его проблемы. Слушай, ну, если ты глухонемой, то выступай среди паралимпийцев. Не знаю, но мы сейчас не будем жестко говорить, потому что все-таки надо выяснить. Ну, парадокс какой-то. Пускай хотя бы убегут. Ну, много у них, смотри, Саидин Дуро никак не успокоится. Да, пока он не успокоится, старт не дадут. Успокоился. Сет. Коль старт, да, он опять остался. Вот сейчас кто-то дернулся. Не-не, ой. Извините. Оль, не-не, сейчас кто-то дернулся. И мне показалось, что Саидин Дуро именно дернулся. Давай посмотрим. Мне кажется, вот его сейчас должны дисквалифицировать. Вот такая же ситуация, и Соколовкас опять остался в колоках. Смотри, и фотографы мы сейчас видим. На общем плане видим, как фотографы стыкуют. Нет, 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 Колио, 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 Колио. Вот сейчас итальянцы ряд, Колио, Колио, да, итальянцы. Рядышком смотрим на их реакцию. Вы уж извините меня за вот такое достаточно резкое слово. Но правда, право дело, да, все, что сейчас происходит на беговой дорожке, это какой-то нонсенс. Красную карточку показывают Симону Коли. И именно ему. И расстроены наши итальянские коллеги с правой стороны. Они тут вот сидят. И мы знаем, что итальянцы вообще очень эмоциональны. А сейчас какое-то похоронное бюро тут рядышком со всем. И то снимают, то надевают очки, журналисты смотрят, что же там могло произойти. Нет, конечно же, Фолькстарт в чистом виде. Ну что, минуту один. Леш, ты только не каркай теперь, ради бога. Нет, погоди, погоди. Это женщины, во всяком случае. Все время говорят, что делают. Ну слушай, ну погоди, ну что интересного, если бы они пробежали свои 10 секунд? Ну кому это интересно? А так уже 5 минут они держат нас в напряжении. Это никакой бег на 800 метров не даст. Смотри, попытка номер 3. У Соколауска, а Соколауска есть с железной венерой. И вот литовский спортсмен. Стоит как вкопанный. За что-то желтую ему дали. Алиметр, эта ситуация, она кого угодно выведет из себя. Я считаю, что это... Я думала, знаешь, вот там было адресовано мое, это жесткое слово, но совсем не спортсменом, естественно. Стартером. Я думала, что опять будет эта вот пресловутая зеленая карточка. На чемпионате мира в Турции было полно таких зеленых карточек. Да, там стреляли куда хотели, да. Я просто, знаете, уже вот просто памятная атристация. Уже так вот, сердца. Итак, Леметр. Пятый, ну, Соколауска остается, бегите. Ой, ну, Соколауска. Леметру надо теперь добегать. Никому играет, нет. Леметр выиграет. Ой, получил тут травму у нас латвийский спортсмен Рональдс Арайс. Насколько я понимаю, Леметр выигрывает. 10.09 время по бегущей строке. Как он добегал? Потому что Джасума Сайдин Дуре вообще просто как, знаешь, улетел. Соколауска остался на старте. Улетел. Все равно остался, слушай, но это легендарный забег. Ну, погоди. Нет, но он, понимаешь, не стал себе изменять, да, свои тактики. Уж если начал, так надо продолжать. Второй раз остался, что же третий раз побегать. Посмотри, посмотри, у латвийского спортсмена Рональдс. Ну, Соколауска большой привет, я хочу сказать. Слушай, ну, три человека не добежали до финиша. Может быть, это, знаешь, какой-то диверсант был. Так, давай дождемся. Итак, 10.09. Леметр официально чемпион Европы двукратный уже на этой дистанции. Только на этой. Леметр, да. И смотри, за ней толпа бежит фотографов в прессе. Толпа. Сейчас будем наслаждаться. Вот на это уже, знаешь, как, это уже заранее готовится, я не сомневаюсь. Вот это шло. Да, да, я это сделал, да. А что с товарищем Соколауска сам, господа? Да, Джимми Виклонов. Я ответов на этот вопрос не знаю. Леша тоже смеется, но тоже не знает, зачем вышел в финал, чтобы трижды простоять, как вкопанный в колодках. Может быть, Витчу перепутал, может быть, еще что-то. Да, да, да. А вот спортсмен из Латвии, Рональд Арайс, он лежит и выкатывает носинки, носинки на общем плане этого нет. Ну, Леша, если разлыть задние поверхности бедра, например, то можно... Нет, 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 там речь идет про икроножную, Оль, икроножную точно. Вот я вижу отсюда, она перемотана уже. И сейчас его будут укладывать на смотри. Может быть, он подвернул? Он подвернулся на ноги только на разрыв. То есть, понимаешь, одна нога бежит, а другая все, понимаешь, она не может... Давай еще раз смотреть на этот план. Да, это разрыв, это разрыв, разрыв. То есть она просто себя уже не контролирует, не может работать. И разрыв какой-то большой мышцы, ему там не колено, вот мы сейчас видим с Алексеем, а действительно икроножную мышцу, я правда... Или Ахилл, или Ахилл, или разрыв Ахилла. Что скорее всего? Ахиллова сухожилия, мы знаем, лечится очень долго, мучительно. Это минимум полгода, это очень тяжело. Ну что, мы давайте на результат таки назовем. Христоф Леметер, 10.09, золото. Джимми Вико, юный талант, 10.12, еще два француза. И Джасума Саидин Дуре, выступающий под норвежским флагом, 10.17 секунды. И результат Соколаускаса. Забыл стартовать Соколаускас. Ну что, бывает, бывает. Ты знаешь, вот, Оль, и зрители, я не сомневаюсь, со мной согласятся. Вот она, кульминация бега, кульминация легкой атлетики. Кто-то остался в стартовых колодках. Один человек дисквалифицирован. Минус три. Один дисквалифицирован, один забыл убежать, один получил тяжелейшую травму. И слезы крестовали метра. Вот, вот оно все. Вот это легкая атлетика. Вот что такое бег на 100 метров. Ну действительно, что такое 10 секунд, да? Ради чего? Вот ради этого. Это полная гамма эмоций. А ты все. Средний бег, длинный бег, вот. Давайте еще раз посмотрим этот бег. Минус Соколаускас. Смотри, Леметра. Сколько он проигрывает. Так, посмотри, сколько ему пришлось отбирать. Нет, сначала минус Колио, потом минус Соколаускас. Смотри, вот он отыгрывал просто, ну просто. Метра, я думаю, метра полтора точно он выгружал. Не меньше. Ты знаешь, вот когда Соколаускас вновь остался в этих стартовых колодках, да? То он же рядом с Леметром стоял. То ты понимаешь, у него дилемма опять у Леметра. Ну что, упираться, бежать дальше? Или уж как вот первый раз опять вернуться в колодки. Понимаешь, то есть какая должна быть тонкая психология, тонко настроенная. Ты торгуешься, то ли бежать, то ли останавливаться. А это спринт. Упустил чуть-чуть и уже не догонишь, да? И вот эти, не то что доли секунды, а я не знаю, какие-то вот микро, да, эти секунды на принятие решения. Что делать дальше? Останавливаться или бежать? Вот из-за этого вот такая ситуация. Смотри, два спортсмена из Прибалтики, из Балтийских стран, Латвия и Литва, они оба не финишировали. Но насколько разная, насколько разная история мы видим, да? Один просто устроил цирк, второй драмой закончил соревнования на чемпионате Европы и своей команде в эстафете помочь не может.